Лето Лето это самая лучшая пора для того, чтобы немного отдохнуть от современных игр и ненадолго погрузиться в детство. К примеру, можно найти на антресоле старенькую Сегу и сыграть, допустим, в комикс-зон. Вышедшая под конец жизни мегадрайв история комиксиста Скетча Тернера, который волею судя попал на страницы своих произведений, выжимает все соки из консоли и является одной из самых красивых игр в ее библиотеке. В середине 90-х эта игра не раз сравнивалась с настоящим мультфильмом, и именно за ней, передавая геймпад по очереди, многие мальчишки проводили часы после школы. Конечно, по современным меркам комикс-зон является очень короткой игрой, но ее скоротечность слегка и компенсируется ее сложностью и малым количеством жизней. Так что жаловаться на то, что игра успела закончиться только начавшись, не придет в голову даже самому опытному игроку. Пару-тройку часов она все-таки успеет отобрать у кого угодно, но благодаря этому комикс-зон никогда не успевает надоесть. Высокая скорость, хорошая боевая система, отличный саундтрек и, конечно же, превосходный дизайн. Все это заставляло игроков возвращаться к ней снова и снова. Ну и еще эксклюзивность. Одним лишь упоминанием этой игры можно было вызвать зависть не только у владельцев Dendy, но и у немногочисленных поклонников Super Nintendo. И даже сейчас, спустя практически 20 лет с момента выхода, комикс-зон мне кажется устаревшей. Неспроста ее переиздание вышло на всех современных игровых платформах. Так что даже если у вас нету старенькой Сеги, то ничего не помешает вам прикоснуться к культовой классике. Попробуйте. И я вас уверяю, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok